Пойдет они? Не знаю, но дома он сзади ползает. Где? Вот таких незваных гостей обнаружили у себя тюменцы. Впрочем, некоторым повезло куда меньше. Их окна и балконы атаковали тучи насекомых. Я живу на Федюнинской 58, корпус 2, на 12-м даже все стекла прямо эти. Думала, это мошка, а кот лазил там, я стекла, окна закрывала. А это лесные клопы. Прям черно вообще, все стекла были черные. Даже страшно, вообще какой-то налет. Вместе с насекомыми полетели и слухи. В социальных сетях стали обсуждать, что всему вину лесные пожары. Якобы это огонь выгнал насекомых из леса. Из-за лесных пожаров с лесов клопы собрались на балконах, на окнах. Соответственно, вреда от них никакого, абсолютно никакого не было. Единственное, что это просто неприятно. Тем не менее, тюменцы уже начали звонить в службу дезинфекции. Там обещают расправу над мелкой угрозой. 1600 рублей будет стоять. А обработка одного балкона? Да. А, понятно. А на сколько этого хватит? Навсегда, я думаю. Мы поймали насекомые и отправили на опознание к биологу. Профессор уверен, что тюменцы делают из мухи слона. Ну, собственно, это клоп Кридацелис резетты из семейства наземников. Один из самых массовых видов клопов, которые можно заметить в городе весной. Вот так выглядит этот березовый клоп под микроскопом. Кстати, в городе он появился совсем не из-за пожаров. У него здесь свои дела. Особенность биологии вот такова, что весной взрослые клопы массово собираются. Происходит массовый лед для размножения. Поэтому они могут массово прилетать. И, как характерно для многих насекомых, они также летят на свет. Поэтому вечером особенно они могут залетать в квартиры и массово облеплять квартиры. Но человеку это насекомое совершенно не опасно. Кстати, травить этих березовых клопов не только дорого, но и бесполезно. В квартирах они долго не живут. Дарья Негранцева, Дмитрий Ларичев, Тюменская служба новостей.